Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Полина, и сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой животрепещущей теме, как байос, а не же когнитивные искажения. Мы будем говорить о них скорее применительно к медицине, но эти знания экстраполируемы абсолютно на любую другую сферу жизни. История этого вопроса уходит корнями в 60-е года прошлого столетия, когда два замечательных ученых, Амос Тверский и Даниэль Канеман, обсуждали и спорили о том, есть ли у людей интуитивное понимание статистики. И если Амос Тверский считал, что скорее да, люди скорее рациональны и пользуются статистикой в повседневной жизни так или иначе, то Даниэль Канеман был настроен более скептически по отношению к этому вопросу, и ему казалось, что люди скорее нерациональны. Как известно, в споре рождается истина, и результатом этого спора стал монументальный труд, посвященный особенностям человеческого мышления, отчасти за который Даниэль Канеман в 2002 году получил Нобелевскую премию по экономике. Мы по ходу лекции будем встречать такие небольшие задачи. Я хотела бы, чтобы вы, прежде чем переходить к следующему слайду, отвечали для себя на эти вопросы, для того, чтобы мы смогли лучше разобраться в когнитивных искажениях и лучше осветить эту тему в целом. Первый вопрос — это Александр. Александр очень застенчив и нелюдим. В школе у него были проблемы с одноклассниками. Он любит порядок, систематичность и очень внимательный к деталям. Такой педантичный молодой человек. Как вы думаете, кем вероятнее работает Александр — хирургом или патологоанатомом? Ну, наверное, первое интуитивное решение, которое кажется нам правильным, это, что скорее он работает патологоанатомом, поскольку педантичный человек с вниманием к деталям, не очень любящий общаться с другими людьми, с меньшей долей вероятности должен быть хирургом. Но мы упускаем тот факт, что на самом деле хирургов гораздо больше, чем патологоанатомов. И это означает, что несмотря на входные характеристики человека, которого я описала вам ранее, вероятность того, что он окажется хирургом, гораздо больше. Здесь наше мышление допускает такую ошибку, которая называется «сходство как упрощающая эвристика». Что такое упрощающая эвристика? Это случай, когда мы на основании нашего опыта и нашего шаблонного представления о том, какими характеристиками обладает человек той или иной профессии, выносим какие-то суждения, не ориентируясь на, скажем так, базовый процент. Это искажение называется ошибка базового процента. То есть мы игнорируем тот факт, что несмотря на все эти характеристики, вероятность того, что этот человек окажется хирургом, все равно больше, поскольку патологоанатомов в принципе меньше. И такой простой пример позволяет нам понять, что на самом деле интуитивная статистика ненадежна и в серьезных вещах на нее полагаться не стоит. Это абсолютно применимо и к врачебной практике. Примеров этому достаточно много. Например, если мы видим клиническую картину инфаркта миокарда у мужчины 30 лет, в принципе не очень характерно, мы с большей вероятностью будем думать, что это что-то другое и иногда игнорировать разумные доводы и по-прежнему думать, что у человека не инфаркта. На эту тему опубликовано много статей, которые гласят о том, что распространенность инфаркта миокарда в этой субпопуляции пациентов недооценена. И когда происходит недооценка или переоценка чего-то, вопреки объективным данным, это приводит в конечном итоге к врачебным ошибкам. Раз мы оперируем термином врачебная ошибка, то неплохо бы привести официальное определение, что же это такое. Врачебная ошибка это ошибка врача в профессиональной деятельности вследствие добросовестного заблуждения при отсутствии небрежности, халатности или невежества. Подчеркну добросовестного заблуждения, то есть нет никакого умысла, нет никакого желания кому-либо навредить, но заблуждение все-таки происходит. Происходит по разным причинам и по причинам неосознанным. И даже по причинам, не связанным с компетенцией врача и с уровнем его интеллекта. Какой достаточно проблематичный момент в изучении врачебной ошибки как явления? Ну, во-первых, они достаточно трудноизмеримы, они трудноизучаемы, о многих из них мы никогда не узнаем. Многие из этих ошибок потеряются в бесконечных бумагах, бесконечных историях болезней, и никто о них никогда не узнает. Поэтому, возможно, их гораздо больше, чем мы можем попытаться даже оценить. Но, тем не менее, оценочные осуждения о том, сколько вообще этих врачебных ошибок бывает в повседневной практике, они есть. Так, по примерным оценкам, неправильный диагноз неверный устанавливается в 15% случаев. К вопросу актуальности сегодняшней темы, 75% ошибок – это следствие когнитивных искажений. В среднем врач допускает 2-3 ошибки в день. Там достаточно интересный дизайн, дизайн исследования, то есть за врачами реально наблюдали, и потом экспертная комиссия оценивала весь их ход суждения в течение одного рабочего дня. И вот действительно в хорошем госпитале получилось, что в среднем действительно 2-3 врачебных ошибки в день. И очень важный момент, что они не связаны с уровнем интеллекта и другими когнитивными способностями. То есть можно, конечно, думать, что я умный, замечательный врач, я много читаю, и со мной этого не произойдет. Но на самом деле это не так, это может произойти с каждым, поскольку сам факт этих ошибок и сам факт когнитивных искажений, к сожалению, зашит в заводские настройки нашего мозга. Но какой практически смысл этого знания? Мы сейчас говорим о вещах, которые лежат скорее в плоскости психологии, а не в плоскости медицины. Я не психолог, я практикующий врач, но я хочу лучший результат для моих пациентов, и я не хочу совершать врачебные ошибки. Поэтому, несмотря на то, что я не психолог, я считаю, что я должна разобраться в этом вопросе. Опять-таки обратимся к истории. В 70-х годах по-прежнему считали, что люди рациональны и мыслят на самом деле здраво. А большинство отклонений от рационального мышления объясняется эмоциями и больше ничем. Но вот Даниэль Канеман и Ама Стверски, они выявили ошибки, которые искажают суждение о действительности, и выявили, что в условиях неопределенности человек по умолчанию действует нерационально. И что они делали достаточно длительное время, они проводили эксперименты, пытались это описать, классифицировать для того, чтобы можно было как-то более системно об этом судить. Но мы понимаем, что врачи не могут себе позволить такие искажения и врачи не могут себе позволить принимать нерациональные решения. Поэтому я на самом деле всем очень рекомендую прочитать эту книгу. Она довольно большая, но написана очень живым языком и очень отрезвляющие там есть моменты, очень полезно ее на самом деле прочитать. Очередная задача. Представьте себе, есть девушка Линда. Линде 31 год, она не замужем, очень умная, сообразительная. Она училась на факультете философии и в студенчестве очень интересовалась вопросами социальной дискриминации. Как вы считаете, что более вероятно, что Линда кассир в банке и состоит в феминистском движении или Линда просто кассир в банке? Я перехожу к следующему слайду и правильный ответ это то, что Линда просто кассир в банке. Поскольку вероятность двух событий одновременно меньше, чем вероятность любого одного из этих событий. То есть мы можем представить себе, что, например, какая-то абстрактная женщина пришла на работу в синей юбке и белой блузке. Какова вероятность того, что она на следующий день наденет и синюю юбку и белую блузку? Или какова вероятность того, что она наденет на следующий день просто синюю юбку и блузку другого цвета? Вероятность того, что она наденет ту же юбку выше, чем того, что она наденет эти обе вещи одновременно. Поскольку вероятность какого-то одного события всегда выше, чем вероятность двух событий одновременно. Если умножить вероятности, то мы увидим, что в принципе процент такого события гораздо ниже. Еще один вопрос, касающийся когнитивных искажений. Задача. У представителей какой профессии чаще случаются супружеские измены? У продавцов универсам или у политиков? Ну, конечно, нам кажется, что у политиков и в принципе этому можно найти даже какое-то логическое обоснование. Они, может быть, больше общаются с людьми, у них больше соблазнов, больше денег и так далее. Но на самом деле во многом это наше суждение исходит из того, что, наверное, супружеские измены продавцов универсама освещаются в социальных сетях и в любых других средствах массовой информации гораздо меньше, чем это касается, например, политиков, потому что политики во многом медийные люди. Опять-таки, как это может касаться здравоохранения, в 2016 году в New York Times была опубликована очень любопытная статья, в которой оценивали истинные причины смерти, ну то есть распределение процент того, от чего в реальности действительно погибают люди, процент того, что люди ищут в гугле и процент того, что покрывается средствами массовой информации, то есть о чем действительно говорят и о чем трубят. И достаточно интересные результаты. Сердечно-сосудистые заболевания, которые являются лидирующей причиной смерти, они не очень популярны ни в поисковых системах типа гугла, ни в медиа, то есть никто об этом толком не пишет. Людей гораздо в большей степени интересуют какие-либо драмы и поэтому в большей степени освещаются такие вопросы, как, например, терроризм, убийство, суицид и так далее. Несмотря на то, что на самом деле вероятность погибнуть от теракта гораздо ниже, чем погибнуть, например, от сердечно-сосудистого заболевания. Но вопрос заключается в том, что в принципе смерти людей, которые происходят ежедневно на всей планете, из-за того, что они рассредоточены, они не так интересуют общественность. Общественность гораздо более интересует какие-то трагедии, аварии, которые происходят в каком-то конкретном месте, одновременно, например, погибает очень много людей. Вот это освещается СМИ и об этом говорят, и об этом еще в поисковых системах. В чем здесь суть и к чему это может приводить? Это может приводить к тому, что, например, человек будет гораздо в меньшей степени бояться инфаркта, чем терроризма, поскольку про терроризм он достаточно регулярно читает в средствах массовой информации, а про инфаркт, в общем-то, никто нигде и не пишет. И в целом, если посмотреть в практике на наших пациентов, то мы видим, что пациенты онкологических заболеваний боятся гораздо больше, чем сердечно-сосудистых. Несмотря на то, что бывают такие ситуации, когда у человека, например, два конкурирующих заболевания, он может погибнуть и от одного, и от другого, но человек будет скорее бояться онкологического заболевания, чем сердечно-сосудистого. Во многом это связано именно с неравномерным освещением средствами массовой информации. К чему это, собственно, все? Это к тому, что есть такое когнитивное искажение, когда удельная важность проблем оценивается по легкости их вспоминания. Когда человек мыслит, человек склонен заменять вопрос более сложный вопросом более простым. К примеру, представим, что я, например, бизнесмен, у меня очень много денег, и я решаю, купить ли мне акции фирмы Ford или не купить. К чему можно прийти, если не заставлять себя мыслить рационально? Можно перейти от вполне рационального, важного вопроса, вкладывать ли мне деньги в Ford. К менее рациональному вопросу, нравится ли мне Ford. Как вы думаете, приму ли я правильное решение, если, например, мне действительно нравится Ford, но, к примеру, они сейчас терпят убытки, и ничего хорошего из этого не получится. Вот когда человек подменяет один вопрос другим, это приводит к, опять-таки, нерациональным решениям. И в медицине этого тоже очень много. Собственно, одна из теорий Канемана заключается в том, что у человека есть две системы принятия решений. Первая система условно называется автопилот, а вторая условно называется пилот. Система автопилот действует быстро, она не требует никаких усилий, она не требует активной умственной работы. И, собственно, мы, пользуясь этой системой, функционируем практически ежедневно и достаточно редко включаем вторую систему. К примеру, если мы идем из дома на работу каждый день одним и тем же маршрутом, нам не нужно включать голову и не нужно всерьез размышлять о том, куда мы идем, на какой автобус нам сесть, куда повернуть и так далее. В то же время, если, например, мы идем на работу в первый раз и толком не знаем, куда идти, мы включаем вторую систему, которая работает более медленно, она гораздо более трудозатратная и она в гораздо большей степени подвержена нашему контролю. То есть мы контролируем свое собственное мышление и пытаемся понять, например, куда нам идти на работу. Если мы ищем это место впервые в жизни. И вот, собственно, баланс между этими двумя системами позволяет нам достаточно продуктивно существовать. Но этот же баланс влечет за собой определенные ошибки. То есть, например, мы принимаем какое-либо весьма серьезное решение и принимаем его интуитивно, быстро, пользуясь только автопилотом. Это приводит к гораздо большему количеству ошибок. То есть первая система принятия решений хороша, когда мы действуем в условиях какой-то абсолютно шаблонной ситуации. Как только ситуация становится не шаблонной, нам нужно включать вторую систему. Очень здорово, когда это может происходить осознанно и когда мы понимаем, когда нужно включить вторую систему. Но, например, во врачебной практике, в ежедневной рутине, когда у нас есть большой поток пациентов, иногда мы можем все выполнять на автопилоте и совершить при этом достаточно большое количество ошибок. Что нам, собственно, дает первая система? Она нам дает интуитивное, быстрое понимание и быстрое представление о происходящем. К примеру, вы можете взглянуть на эти лица, и вам не нужно размышлять, прикладывать какие-то умственные усилия, для того, чтобы понять, что эти лица, собственно, выражают. В то же время, когда мы видим, например, вторую систему, когда нас просят перемножить двухзначные числа, это не очень сложная задача, но эта задача нас может на время, на какое-то короткое время сподвигнуть, перейти от первой системы мышления ко второй системе мышления. То же самое происходит, когда нам задают какой-то вопрос, который не лежит, скажем так, в сфере нашей повседневной деятельности, и нам приходится что-то припоминать и каким-то образом размышлять. Опять-таки, применимо к медицине. Когда мы видим, например, вот эту вот левую картинку, мы понимаем, что, скорее всего, это множественная мейлома, потому что мы еще в институте пересмотрели огромное количество рентгенограмм, и на занятиях по терапии нам наверняка всем рассказывали о том, что вот такая картина патогномонична для множественной мейломы. Когда мы видим картинку справа, мы понимаем, что да, это очень похоже на кольцевидную ритему, на болезнь Лайма. Это вещи, которые возникают быстро, неосознанно, быстро принятое решение, и на самом деле это хорошо. Чем более опытный врач, тем большее количество решений и большее количество каких-то представлений, например, о пациенте, у него появляются гораздо быстрее, и ему нужно меньше затрачивать на это усилий. В то же время, когда мы, например, видим вот такую вот выдержку из статьи, мы понимаем, что здесь не обойдешься каким-то быстрым интуитивным восприятием. Ну, конечно, зависит от квалификации человека, от того, насколько он привык читать англоязычные статьи, от того, насколько он в ладах с цифрами, но в принципе для того, чтобы прочитать вот эту выдержку, нам потребуется гораздо большее количество умственных усилий. Это невозможно воспринять интуитивно, и в таком случае включается, собственно, вторая система принятия решений и вторая система восприятия действительности. Как мы понимаем, мыслить статистически гораздо сложнее, но, к сожалению или к счастью, статистическое мышление — это основа доказательной медицины. Есть достаточно большое количество иллюзий, которые, собственно, тоже позволяют нам продемонстрировать то, как взаимодействуют между собой и работают первая и вторая система принятия решений. Я думаю, что вот эти две линии уже все видели, и поэтому подловить вопросом никого не получится. Ну, то есть мы знаем, что эти линии одинаковые, потому что мы раньше уже видели эту загадку, но несмотря на то, что мы знаем, что они одинаковой длины, мы все равно видим, что они разные. Но так как мы уже несколько раз это видели, у нас сформировался навык узнавания вот этого вот внешнего паттерна, и нам не нужно прикладывать каких-то умственных усилий для того, чтобы оценить их длину. Но я уверена, что когда вы видели эту картинку в первый раз, наверняка для того, чтобы действительно осознать, что они одинакового размера, пришлось приложить некоторую порцию умственных усилий. Иллюзии бывают не только визуальные, иллюзии могут быть и когнитивные. К примеру, когда к вам приходит пациент с длинной историей лечения, и везде у него что-то как-то не срастается, везде у него с врачами не очень гладятся отношения, и он вам говорит, никто мне не может помочь, только вы меня понимаете. Он таким образом превозносит, собственно, врача, к которому он пришел, и врач чувствует свою особенность, скажем так. То есть он чувствует, что он какой-то особенный, он какой-то необычный, он единственный, кто смог понять этого пациента. Но здесь необходимо опять-таки включить рациональное мышление и понять, что вот такое отношение может оказаться опасным заблуждением, и неплохо бы выяснить, а что именно не складывалось у того пациента с предыдущими врачами, и все-таки как-то более рационально разобраться в этой ситуации. Осознанный контроль и осознанная жизнь, осознанное принятие решений может быть нарушено из-за достаточно большого количества факторов. Их можно продолжать бесконечно, но основные это, например, употребление алкоголя, недосып, дефицит времени, какие-либо эмоциональные факторы. И очень важный совет, который лежит как раз в плоскости когнитивных искажений, заключается в том, что нельзя принимать серьезные решения на бегу, поскольку если вы бежите, то гораздо больше вероятность того, что это решение будет приниматься первой системой. Можно провести эксперимент. Вы можете, например, предложить своему какому-либо знакомому во время пешей прогулки предложить в голове перемножить двузначные числа или, например, трехзначные, если ваш друг математик. И что, к чему, скорее всего, это приведет? Это приведет к тому, что человек остановится, поскольку у нас есть ограниченный лимит усилий, которые мы можем вложить в то, чтобы управлять своими действиями. То есть, может быть, если тем более темп ходьбы достаточно быстрый, то это будет выражено еще в большей степени, но человек не может выполнять два дела, которые требуют включения второй, например, системы одновременно. То есть мы можем, например, одновременно идти незнакомой дорогой и поддерживать непринужденную беседу. Но мы не можем идти какой-то незнакомой дорогой и при этом перемножать в голове четырехзначные числа, поскольку это приведет к тому, что мы ошибемся либо в одном месте, либо в другом. Именно поэтому останавливать заведующего где-то в коридоре, пытаться что-то ему рассказать про пациента и донести об этом свою информацию, свое видение ситуации здесь и сейчас. Это может быть хорошо лично для вас, если вы хотите принять решение какое-то быстрое или склонить заведующего на свою сторону, продвинуть свою точку зрения. Но если вы хотите именно обсуждения, то такой подход в корне неправильный, поскольку человек на бегу не может включить вторую систему принятия решений и не сможет принять рациональное решение касаемо конкретного пациента. Следующая логическая задача. Платье и брошь стоят вместе 110 рублей. Платье стоит на 100 рублей дороже, чем брошь. Сколько стоит брошь? Опять-таки, если не задумываться и не включать вторую систему, хочется сразу ответить, что брошь стоит 10 рублей. Но на самом деле это неправильно. Брошь стоит 5 рублей. И вот такой простой пример. Это очередная демонстрация того, что люди, в принципе, склонны излишне доверять своей интуиции и следует за собой все-таки что-то перепроверять. Но наверняка у вас, после того, как вы дали ответ, который первый родился у вас в голове, возникло желание перепроверить за собой эту информацию и через несколько секунд возникает уже правильный ответ. Это происходит потому, что вторая система принятия решений все время перепроверяет что-то за первой. И вне зависимости от того, какие у вас регалии, возможно, вы доктор медицинских наук, и вне зависимости от уровня интеллекта человека, вот такие нерациональные решения могут постоянно возникать в голове. И поэтому нужно будить в себе осознанность для того, чтобы это не происходило в процессе принятия решений касаемо каждого конкретного пациента. Очередное искажение, о котором, собственно, тоже Канеман писал, это, собственно, как стать знаменитым за ночь. Если, например, сейчас вам попадется на глаза список, небольшой список из имен и фамилии людей, вы его прочитаете, ну и, в общем-то, забудете. Но когда вы в следующий раз встретите это же самое имя из этого списка, то у вас, скорее всего, возникнет ощущение, что вы не помните, где вы именно это слышали, но это имя вы где-то слышали, и таким образом человек обретает у вас такой ореол знаменитости. Несмотря на то, что человек абсолютно ничем знаменитый, возможно, это имя даже выдуманное. Такой же феномен возникает и в клинической практике, поскольку, к примеру, если вы прочитали вчера о каком-то редком заболевании, которое характеризуется каким-то необычным симптомокомплексом, достаточно высока вероятность, что в ближайшее время вы будете чаще ставить этот диагноз, поскольку у вас внимание уже смещено в сторону, собственно, этого редкого диагноза, несмотря на то, что оно действительно редкое. Сходные искажения — это иллюзия истины, когда что-то знакомое нам подсознательно кажется правильным. То есть, к примеру, мы пишем какой-то экзаменационный тест, там есть несколько вариантов ответов. При прочих равных, если мы не знаем ответа на этот вопрос, мы выберем тот, который нам наиболее понятен, написан знакомыми словами и который мы, как нам кажется, уже что-то видели. Опять-таки, каким образом это относится к медицине? Врач не может поставить диагноз, о котором он ничего не знает. Этот вопрос решается, естественно, повышением уровня квалификации и увеличением количества знаний. Но в целом, если даже врач видит, например, в клинической картине пациента какой-то необычный симптом, который не укладывается в остальную картину, то если ему это кажется чем-то незнакомым, и с большей вероятностью он этот факт, собственно, проигнорирует, наличие этого симптома. Очень важный вопрос, который регулярно следует себе задавать, это «ты видишь то, что на самом деле есть, или что ты видишь, то и есть». То есть нет ли у человека подгонки восприятия, нет ли у человека подгонки реальности под собственное восприятие. Это может происходить самыми разными образами. Например, человек всегда склонен подтверждать свою точку зрения вне зависимости от происходящих вокруг каких-либо объективных событий. Есть такая вещь, как эффект фрейминга. В чем она заключается? Она заключается в том, что наше восприятие очень сильно зависит от того, в каком, скажем так, как окружении нам был преподнесен тот или иной факт. К примеру, для пациентов две фразы, которые написаны ниже, они несут абсолютно разный смысл, несмотря на то, что означают они одно и то же. Выживаемость после операции составляет 90%, смертность после операции составляет 10%. Вроде мы говорим абсолютно об одном и том же, но в одном предложении фигурирует слово «выживаемость», в другом предложении фигурирует слово «смертность», и само наличие слова «смертность» в предложении достаточно нервирует и вызывает искажение восприятия и игнорирование объективных фактов. И то, о чем мы ранее говорили, о вероятности событий, применительно, к примеру, с Линдой и так далее, если мы пренебрегаем законами вероятности и не знаем, например, статистики на базовом уровне, то это может привести к, опять-таки, нерациональным решениям. Ну и вот как эффект фрейминга, как демонстрация эффекта фрейминга, картинка, которая на этом слайде расположена, что в одном окружении мы видим А, Б, С, а в другом окружении мы видим 12, 13, 14. То есть наше восприятие во многом определяется тем, что происходит вокруг нас и под каким соусом нам были поданы те или иные данные. На чем я хотела бы сакцентировать внимание? На том, что действительно доказательная медицина подразумевает под собой статистическое мышление, как бы этого ни хотелось. В то время как личный опыт даже самого замечательного врача с самым большим клиническим опытом, он остается личным опытом и личный опыт подвержен искажениям, когнитивным искажениям, ошибкам памяти. Хотелось бы, чтобы доказательная медицина не противопоставлялась личному опыту, а чтобы они все-таки действовали вместе и чтобы личный опыт врача позволял безошибочно принимать интуитивно быстрое решение в ситуациях, когда это требуется, и умел вовремя переходить к второй системе принятия решений для того, чтобы не навредить пациенту, а ему помочь. И все-таки нельзя забывать, что то, о чем мы сейчас говорили и о чем мы дальше будем говорить, несмотря на то, что это действительно похоже, немножечко похоже на бульварную психологию, но оно ею не является, поскольку в данном случае цена вопроса это человеческая жизнь, и, как мы уже видели, очень большое количество врачебных ошибок происходит именно вследствие когнитивных искажений, и забывать об этом не следует, потому что уже сама информированность о том, что есть такая вещь, как когнитивные искажения, приводит к тому, что ошибок допускается меньше. О конкретных когнитивных искажениях с конкретными медицинскими примерами и о способах борьбы с ними, также научно подтвержденными, мы поговорим в следующей лекции. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok